здравствуйте мои зрители вот я благополучно выбрался из этих гон своего микрорайона до наконец-то на относительно сухой чистый участок и могу попытаться что-то снять о как красиво тут просто балкон далеко но здесь центральная улица поэтому немножко порядок навели а сейчас я пойду мимо драматического театра который типа культурная культурная как сказать вместо культурное ну какие шикарные какой шикарный асфальт ну помните я когда-то канаву тут показывал вот канава осталась до закопано вместо асфальта вот оставить на здоровье особенно на каблучках рекомендую ходить поэтому развивать голеностол поехали вот какая красотень шиповник прет короче цивилизация культура солнышко-весенье но хочу я спросить а у вас сегодня была воздушная тревога у вас сегодня ревелись сирены при этом молчала телевидение молчал интернет то есть никто не объяснял серьезно это или так кто-то по приколу запустил штук 30 тирен у дело абсолютно все вокруг где-то в 11 часов примерно ну и всякие мысли возникли да особенно когда ты идешь где-то далек от интернета вот это культурный наш театр драматический вот какой он культурный ну в общем так вот сразу ролик про акул вспомнился что акулы не зря все-таки тусуются умеют они предчувствуют моим коллективным разумом потому что ну здесь росли деревья вместо то чтобы это обустроить как-то сделали типа это очаг культуры а вот метр от него уже помойка именно очаг потому что ничего культурного там особо нет никаких интересных концертов помните опять же смотрели мы сюжета что к нам гребня не пустили да хотя он тут пытался арендовать местным антропренер то есть ну как бы все это общем мутно понастроили опять таки это вот называется бассейн бассейнов всякой херни фонтана отмыл и отмыла бабла короче ни одна строительная фирма и вот раз тут просто кибериться культурный этот самый ну хотя хотя бы конечно может кто расскажет все тут грязно но после моего районщика где чавкает лужи грязюка от подъезда где джипы ездят по поребрикам по остаткам газонов вот это вот вот этот срач да хотя тут раньше были деревья спилены этот срач воспринимается ну почти что как некий некий техно ландшафт да где японский бешеный какой-то художник и пытался сделать что-то такое ландшафтный дизайн ой простите мне мой сарказм и ироник а вот это раз нет себе дом строит она его строит уже четвертый год тоже вырубили была зеленая зона неплохая устроили стройку ну не сколько стройку сколько отмывала вопрос там тоже со строительных туалетов течет прямо на дорогу во время дождя говну ну как бы ладно сюжета не проекта сюжет про атомную для войну и для подготовку к ней ну что добавить добавить нечего до плакатик надо перерисовать надо написать так не хочет жить вот голосуй за вову путина за третью мировую там или четвертую третью продоль информацию вот истинные комсомольчане идут в этих как их называют но которые намордники да паранже паранже вот тоже красивый ландшафтный дизайн но мне просто любопытно был ли в городах россии сегодня такой же веселый как это сказать задорный задорный вой сирен репетиция ленинского коммунистического соботника после которого можно белые тапочки надевать и ползти на север туда поэтому ну ответьте мне в комментах мне интересно может это чисто наш местный локальный психоста особо ретивых начальников шизернутых вот это я не где-то не где-то иду у черта драки а это центральная улица и вот там вот управа городская буквально через пять домов то есть на этой же стороне вот тут вот вот в таком вот виде находится городок то есть херачат асфальт лужи еще не высохли то есть ремонт такой ямочный нахер асфальт лужи километрами лучше вот пару квадратных метров бросить а бабло в лужу причем а бабло бабло пригодится в испании где-нибудь ну практически я дошел до туда туда хотел туда собирался вот там в конце расположен вот здесь я работал т.с. два кстати встретил начальника своего бывшего а там дальше расположен судостроительный завод который раньше клепал атомные дизельные подводные лодки а сейчас давно все распилено т.х. расхерачены сейчас он изображает видимость судостроительного пытается странненький корвет достроить который водоизмещением меньше двух тысяч тонн и на этот корвет они деградировали настолько что они не могут даже электропроводку проложить посудок и прокладывать электропроводку угнали его в приморье в находке ну а я иду по рыбарским делам посмотреть всякие воблеры блесны прочую фигню которой новом сезоне будет не хватать надо вот глянуть может что есть толковое здравствуйте здравствуйте моторчики теперь уже с четырех сил платные если раньше можно до десятки было права не покупать вот моя любимая стулька так будем искать то что нужно нырялка так в общем ни хрена я не нашел нужного ни расцветки была там одна блесенка вернее не блесенка один воблер но расцветка не та хотя крючки подходящие увы и вот иду по не менее исторической улице одна из первых улиц в городе даже вот судя по этим вот какие старые при старые деревья какие старые при старые дома но могу ближе подойти чтобы всю эту красочность запечатлеть это парк вот с другой стороны администрация то есть я просто пошел по параллельной дорожке вот это вот станция юных техников здесь будущее куется здесь наши кулибины будут отсюда запускать сука назло американским тамагавкам наших дронов молодые дарования это бывший военкомат комсомольского района сейчас не знаю что ну оно здание такое постройки еще времен второй мировой видите остатки колючая проволока то есть тут был бокс там бомбоубежище то есть если будет все вот куда лукац когда будет лететь ракеты но это тем кто живет местным главное в говно не наступить собачье вот станция юных техников охерительно из красного такого кирпича как бы вот ну может она по другому как-то называется мне любопытно нет уже это не юных техников уже это стало дезинфекционная станция все с юными техниками вопрос закрыт никаких юных техников тут уже больше нет понятно убрали нагрузку с бюджета вот это да вот живу в городе не знал такого вот дезинфекционная станция видите камеру по навеси ну понятно борьба с крысами более приоритетная задача так что никакие наши дроны не полетят никуда ну что ж по делу жизнь такая видите это наверное вот специально сюда помои подвозят чтобы господа дезинфекторы могли как бы не мотаться где-то здесь брать пробы короче все удивительно стоят ящики да стран будет все равно вокруг них а в ящиках будет пусто ну такой вот народ живет специфичный вот эти домики они выглядят новые но они построены были взамен того что утонуло то есть людей которые жили хер знает каких ебенях там на пятой площадке так далее и называют это все для подтопленцев программа то есть на ней это одни последних домов которые были построены вообще в городе ну как видите они особо этажностью не отличаются да ну собственно не только этажностью но и всей культурой привнесенной сюда ну главное это не в этом главное побольше машинок и все такое прочее побольше кредитов то есть нахер там какие-то станции технического творчества борьба с крысами это это приоритетно борьба с крысами да ну у меня просто уже сарказма не хватает для всего простите мой такой усталый голос я и так уже сегодня просидел полдня на плоском стуле с паяльником мне как бы хватило впечатлений просто вот показываю реализм а добавить и стоят на месте снесенных вот таких же вот как я показывал этот разрушенный дом просто видимо снести его денег не хватило ну наша армия ничуть не изменилась да все раньше колеса снимали там то сейчас наверно спиздили деньги которые на ремонт на снос военкомата пошли а поскольку полдна там срок службы сократили там то видимо план так и остался не выполнен по сносу ну бывает вон еще дома какие есть очень годные какие дома ну тут наверное это уже последние деревяшки остались туалет там снаружи а нет вот еще одна вторая да нет вот еще улочка но я тут давно не ходил года полтора на поэтому для меня тоже как бы любопытно по старому комсомольску погулять как-то называют а люди шатили называли такие регионы старым Парижем у нас есть у нас тоже такой рядом с авиационным заводом вот из таких домов старый Париж ну потому что по моему могут палиться там со второго этажа на голову поэтому Париж вон там такие красивые кучи сейчас попробую увеличить что-то не хочет там увеличиваться а он и так увеличил извините эта улица она поэтому называется пионерская ну что пионерская что ее не пионеры строили а что она была одна из первых построена вот вечный лозунг да помощь избавление от от всяких от всяких о еще дом строят тоже наверное для сира ну судя по всему это те дома строились для сира для подопленцев а это ну сами понимаете 12 субик читали для кого этажей побольше и балкончики покрасивее не ожидал да что столько можно отмыть отмыть на трех этажках и построить вот ну в общем то многообразие жилого фонда жилищного строительства практически этим ограничивает еще один интересный домик я не снял но это собственно не домик это остров но он интересен тем что он самый высокий наверно в городе недострой и тоже у военных на базе тех самых флотских экипажей которые сейчас уже практически нет и на ее базе как бы недостроенный учебный центр возвышается бетонными такими не знаю даже как то назвать конструкциями что ли абстрактными потому что есть только конструкция самого здания нет как бы их тоже они уже 30 лет валяются ну я заглянул мне любопытно мне просто любопытно вон тут что происходит котлован видно еще будут дом строить ну прям программа набирает вкус по легализации капитала ну и заметьте автобан вот это вот многие люди смотревшие кино сказали что у них в городе автобаны хуже чем наш автобан я могу не знаю посочувствовать людям или что что я должен сделать сказать что вы заслуживаете автобанов таки наверное да ну пускать или сказать что а нахер вам хорошие машины тогда и хорошая зарплата да так в военном стиле ну мне простите мой цинизм потому что это не цинично и невозможно жить смутное подозрение что эти бетонные блоки тоже на какой-то советской стройке стартой старой уворованы ну больно они выглядят как-то похабно и как снятость какого-то железнодорожного полотна вот зрители живущие за рубежом вот я покажу еще одно историческое здание вон оно вот какое оно историческое там правда таблички не видно ну я туда не пойду а то провалюсь каким-нибудь угол вон еще историческое здание ну так вот зритель живущий за рубежом возможно как бы подумает что я преувеличиваю что-то там да нет я скорее гротескно преуменьшаю тот пиздец и ужас который тут творится ну-ка проверим о но тем не менее видите пресная вода бесплатно это плюс завидуйте зрители немецкие финские испанские что у нас вода бесплатно можно машину даже помыть вот это здание офисное это торгаши компьютерами себе построили второе здание вот это сбер банк причем он уж не помню кого он обслуживает ну как бы неважно это тоже какой-то банк будущий и почему они все такие офисные круты потому что это тоже центр города вот там вот напротив вот возвышается такой небоскреб трехэтажный четырех из меня все то это центральный универсальный магазин мне надо опять перейти то есть нахожусь я уже практически опять в центре города то есть все соседствует вот оно рядом вот исторические здания вот центральный стадион там прочее это вот сталинская архитектура то есть никаких этих самых никаких гротесков у меня нет все сделано вот реально как оно как оно есть со всеми как бы вытекающими никаких гротесков там при уменьшении вот сейчас мы трамвай не знаю по этой линии еще ходят по другой же отменили решили что трамвай это транспорт который вредит экологии своим шумом поэтому его надо отменить короче нет вполне серьезно причем линия которая на авиационный завод входит вот центральный пожалуйста проспект в шел вот там здание где то там практически как бы в начале улицы да вот оттуда я шел и дальше там площадь тоже кольцевая вот универмар если кто-то омневается вот пожалуйста то есть кругом крут высокие технологии вот светофор скоро он еще будет штрафы выписывать автоматически если переходите на другой конец улице а там уже текст стоит но это я шучу конечно вы серьезно принимаете но я туда двигаюсь потому что еще один рыболовный магазин причем назван он очень так как сказать пропагандирующая любительскую рыбалку он имеет название сетка то есть никакая там катушка там удочка он имеет название четкое как и торгует как ни странно очень много у него в ассортименте именно сетки и прочего для браконьеров короче то есть не для любителей к коим я себя отношу а для хищника заходим это не реклама магазинов в этом магазине выбор настолько уныл что даже говорить не хочется о качестве ну как бы галимы китайцы ответственно все очень очень дерьмовое очень некрепкое ну да ладно вот это сегодня стояло на угрозе для уничтожения массированным ракетно-ядерным ударом хотя с другой стороны ну подумаешь вот он трамвай едет кстати вот еще ходят значит по центру трамвая вот он как гремит нарушает экологию хотя люди приезжают в той же Германии покататься на этих трамваях потому что таких еще более раритетные были трамваи у них нет они просто балдели с трудом их удалось выгнать с трамвая потому что ну такого кайфа они с детства наверное не испытывали ладно дальше я не пойду я вам могу еще один стратегический секрет выдать так и быть как я говорил Василий Иванович самое главное должно в конце быть вот здесь вот в центре города стояла и стоит воинская часть которая отвечает за все ПВО дальневосточного региона которая нас бережет от проклятых тамагавков вон видите локатов вот там вот сейчас залезу я сниму пусть особистов уволят потому что они не обеспечивают скрытность вот стоит это высотомер кстати я его ремонтировал его отволокли в сопке когда поставили новую там еще вон кое-какая техника но это штаб а сейчас я покажу вам внешний вид штаба вот этот дом раньше был домом офицеров да офицерского состава но потом его отдали город потому что нахер шойговская армия какие-то квартиры для офицеров и соответственно он стал обычным а не кэчным был раньше кэчным дом то есть тут находится тут короче генерал командир этого соединения цельный генерал правда сейчас его нет он находится в местах всем известных да поехал бабло заколачивать на три месяца ну и вот я сейчас вам покажу штаб просто потому что штаб этого здания говорит сам за себя просто и вы вы просто облегченно вздохнете или облегчитесь или не знаю что сделаете ну как бы воспримите это вот чтоб офицеры могли бежать не обходя кэфпп а напрямик на позиции своих телефонов то бишь дверка такая секретная вот сколько я тайну уже вам выдал и вот это вот здание собственно вот это вот здание это и есть штаб видите какая мощная но оно так замаскировано специально штакетником таким ободранным отшипным вот эта секретная коробка отключившись которой можно скачать все секреты как там говорил ну и как бы дойду я дальше вот окна закрашены чтоб ни одна падла секретной бумажки не прочитала телескоп там или откуда то еще с противоположного дома там или со спутника а вот этот дом кстати знаменательный он тоже построен на откатах с подтопленных домов и вот он построен самый последний в нашем городе и квартиры в нем продаются все дальше как бы конец штаба ну это а ппп вот с той стороны и в Продолжение следует...